Всем привет! Сегодня у нас видео, я сделала такой опрос на вкладке сообщества на YouTube канале своем. Хотели бы видео каждую неделю, выходило в конце недели, чтобы я выпускала обновление по ситуации с коронавирусом. 70% сказали, что да, это очень важная нужная информация, 20% сказали, нет, это уже надоело, и 10% сказали, без разницы, снимаем и смотрим все. Так что, что по ситуации с коронавирусом у нас на данный момент в Турции, я живу в Стамбуле, прошла, можно сказать, первая неделя карантина, но на самом деле не официальный карантин, то есть никто не вправе вас вообще насильно держать дома, выходить из дома можно, такой типа самокарантин, еще так по миру называется. В общем, это воздержание от посещения публичных мест у нас идет с 18 марта в районе по 8 апреля, на 3 недели это сделали, но, конечно же, никто уже в это не верит, скорее всего, вся эта история будет до конца апреля продвигаться, потому что за прошедшую неделю у нас уже с последнего, как я неделю назад снимала видео, ровно неделю назад я его снимала, у нас уже 700 заболевших и порядка 9 человек уже умерло в Турции. Это очень большие масштабы, очень быстро все это прогрессирует, несмотря на то, что очень быстро все эти лавочки, кафе, рестораны, общественные места прикрыли. На данный момент по продуктам ситуации у нас навалом туалетной бумаги, у нас никаких проблем с продуктами нет, всего в магазинах достаточно. Магазины работают с 12 часов дня до 8 вечера в среднем, торговые центры в том числе, но есть торговые центры, которые закрылись, потому что ну просто тупо нерентабельно, незачем там сидеть продавцам. Сетевые магазины типа одежды, нам такой импульсивой кики, такие турецкие марки Collins, Cotton, Bayman Club, например, фабрика, они тоже закрылись. Частные магазины типа как бокал продуктовые, частные какие-то магазинчики, тоже что касаемо продуктов еды, бытовых, хозяйственных всяких средств, это все работает в свободном режиме, но обычно с 10 утра, то есть это по-разному, короче, как хозяин, то есть государство их не присутствует. Первые дни, конечно, у нас все выносили продукты из магазина тележками, но все вовремя подвозили, проблем с питанием, с продовольствием, с туалетной бумагой у нас никаких нет, всего в достатке. Рестораны где-то с 19-18 числа окончательно прикрыли, есть рестораны, которые работают на вынос, доставка, слава богу, работает, проблем с этим нет, но вся жизнь пришла, как я в прошлый раз в видео говорила, в формат онлайн. Если заказывать с интернета, супермаркеты, просто магазины продуктовые, и косметики, и одежды разослали многим клиентам, в принципе, в инстаграме, в интернете рекламу дали о том, что, пожалуйста, не ходите в наши магазины, покупайте онлайн. Поэтому в связи с этим получается так, что карго, доставка перегружена, 2-3 дня дольше срок какой-либо доставки, чего-либо вообще, но карго усиленно работает. Затем по поводу таких онлайн покупок, очень многие убрали порог минимального заказа для доставки, то есть доставка, короче говоря, в основном бесплатная во многих магазинах идет. И какие-то скидки на продукты питания, то, что нужно людям, какая-то бытовая химия или еще что-то, очень многие магазины делают на это скидку, то, что люди обрабатывают дом, моют часто, очень все это, короче, надо вымывать, всякие-то эти вирусы, чтобы уходил, да. В общем, надо проветривать помещение и влажную уборку чаще производить, поэтому на все эти дела скидки происходят. Для тех, кто живет сейчас в Турции, я вам скажу, девочки, кому нужны санитайзеры, повязки на лицо, вот на марлевые, кому нужны перчатки латексные, все это есть и надыбла на сайте Хепси Борода. Я просто бы его называю основным, потому что я на нем всегда всякое такое домашнее бытовое что-то заказываю. На этом сайте все есть по нормальным, доступным, не супер завышенным каким-то ценам, все в принципе адекватное. Туркам вообще огромные молодцы, то, что не наживаются на этой проблеме, стараются друг другу помочь, и не накручены как-то цены на какие-то нужны самые товары в магазинах, с этим вообще проблем нет, молодцы. По поводу туристической ситуации все меня спрашивают, ехать, не ехать, у нас куплены туры, что нам делать. На данный момент по новостям, то есть лично я не была, не видела, но все иностранцы, которые, иностранцев вроде бы Турцию вообще не принимает, как и наша страна Россия, кстати. Но кто приезжает каким-то образом в Турцию, в Стамбул, две недели карантина за городом, у нас этот, как не хостел, а от одного университета, кампус, в кампусе производят это все дело, надо пожить две недели на карантине, потом, пожалуйста, свободно передвигаешься по стране. Китай в Турцию отправил огромную партию тестов на коронавирус, который они недавно разработали абсолютно бесплатно, потому что Турция в свое время, самые первые, наверное, или единственные, предложили помощь Китаю в том, что они отправили, произвели, отправили огромное количество масок индивидуальных еще где-то в январе месяце. Это их гуманитарная помощь была Китаю, Китай нам ответил, огромное им спасибо. По поводу паники, да, массовая идет и паника, и самая, знаете, страшная мысль того, что люди думают о том, что если ты заразился этим вирусом, то ты 100% умер, или ты не выживешь, или 50 на 50 у тебя возможности. На самом деле нет, есть люди, которые легко переносят, без температуры, кто даже не знает, что у них этот вирус. Все зависит от вашего иммунитета, аутоиммунной системы, насколько вы здоровый человек, ваши вредные, пагубные привычки или проблемы со здоровьем, какие-то хронические заболевания, от этого зависит, скажем так, ваше выздоравливание или тяжесть протекания этой болезни. В больнице, которая моя, возле моего дома, в ней уже зарегистрированы случаи в первые же дни инфицированных, сосед у нас есть в соседнем доме, а кого госпитализировали, скорее всего, у него коронавирус, то есть это вот в районе, где я живу, и у нас зараженные уже есть, и уже давно, в принципе. Неудивительно, но из всех вот этих 700 на данный момент заболевших, ясно, понятно, что многие из них просто выздоровеют, течение болезни тяжелое и долгое. По поводу туристического сезона всего этого, я вернусь к этой теме, на данный момент официально по данным, которые в России, Министерство, как он называется, он у нас, туризма, наверное, да, я просто не знаю, как это точно, Такая информация, что с 18 марта по 20 апреля включительно, как бы тоже система такая карантина введена в России, турагентство не возит сотрудников и гидов на рабочий сезон. Соответственно, туры не продают и не отправляют туристов, которые на эти даты были куплены, узнавайте у своих туроператоров. Возмещение идет стопроцентное, вы можете забрать деньги, либо перенести даты, вроде бы даже до 2021 года, или до конца даже 2021 года, вы можете съездить отдохнуть, ваш тур использовать, либо полный возврат денег идет. По билетам Аэрофлот делала также рассылку, мне она тоже приходила о том, что идет в связи с коронавирусом полный возврат денег, либо перенос ваших дат, на какие выберете ваших полетов, которые у вас были запланированы, поэтому узнавайте у них. Стоит ли, у кого сейчас куплены билеты, я ни к чему не призываю, ничего не пропагандирую, я понимаю, что несу ответственность, вещаю на большую аудиторию, но я считаю, что в ближайшее время тут явно делать нечего, даже если вы не боитесь заразиться и все прочее, музеи закрыты в Стамбуле, рестораны закрыты, некоторые только единичные работают, с одной стороны, туристы есть, еще единицы остались, и с одной стороны, посмотреть Стамбул, если вы не боитесь заразиться, погулять, побродить, это очень даже хорошо, потому что тупо людей вокруг нет, все вымирает потихоньку. Но с другой стороны, это и опасно, и этот карантин, в общем, это на ваш страх, и я бы просто скажу, не поехала. Я на данный момент, к сожалению, не могу, не покупаю билеты на свой летний отпуск, неизвестно, что куда ехать, мы планировали бы с мужем путешествовать, мы это откладываем. Второе, я не покупаю также билеты в Россию, потому что непонятно, это и ситуация с карантином, мы еще с ребенком можем въехать в Россию, потому что граждан России принимают, а мужем моего российского гражданства нет, он с нами уже поехать не может. Вот, в общем, пока что вся эта ситуация заморозилась. Самое страшное, о чем мы сейчас с вами должны думать, не только о том, как не заболеть, все же меры примитивные, очень простые, моем руки, очищаем, проветриваем помещение, не контактируем очень много с людьми, не ходим в публичные места. Но какой будет экономический кризис после всего этого, и какой ждет, нас просто ждет огромная жопа, я не знаю, как это сказать, я вам посоветую не тратить свои деньги сейчас, можете покупать доллары, если они есть, доллар, скорее всего, в России будет расти, как и в Турции, он также растет сейчас, все просто затаились. Если у вас какие-то экономические сделки, покупание каких-то дефолта, я лично боюсь, но что тоже возможно. В общем, даже ни один экономист сейчас не может дать каких-то точных прогнозов, ситуация абсолютно непредсказуемая. Я вам посоветую приберечь денежки и не тратить ни на полеты никакие, ни на какие-то крупные покупки, одежды дорогой или еще что-то, я имею в виду не первой необходимости какие-то вещи. Денежки прибережите, потому что они вам могут понадобиться, неизвестно какой курс будет, они обесценятся. Либо многие люди теряют работу, многие фирмы просто, чтобы выжить ресторанный бизнес, сокращают штат сотрудников уже и по России в том числе. Так что экономически тяжелая будет ситуация в ближайшие несколько лет, скорее всего, после всего этого, когда вообще это закончится. Отдельно я, конечно, сострадаю Китаю, Италии и Испании, там очень сильные потери. Но хочу отметить, что в Турции в 9 вечера, каждый день в 9 вечера все открывают окна своих домов, выходят на балконы и аплодируют. В благодарность врачам, которые на передовой борются с этой болезнью, принимают больных и борются за жизни людей, граждан Турции. Во всей стране, в каждом доме. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Я не знаю, как это вообще услышать можно, но, ну, представляете, вся страна аплодирует. Это очень сильно, порой плакать хочется. Но у нас, в частности, наш сосед, у него, в общем, у него двухуровневая квартира и огромная площадка, крыша нашего дома, это все его балкон. Он установил, каждый вечер он пускает салюты в течение нескольких минут, минут пять. У нас салюты громыхают, люди аплодируют, объединяются, и еще потом там полчаса зависают на балконе, в окнах как-то общаются между собой, свистят, кричат, поддерживают врачей, чему я очень им благодарна. Мне вообще честно очень хочется и поблагодарить, и отметить, что сейчас на передовой это врачи, которые, к сожалению, очень заражаются и сами болеют. Второе, это сотрудники торговли, доставки карго и магазинов продавцы, которые тоже подвержены очень сильно, и у них просто, я не знаю, оврал в работе. Они без выходных проходных бедные работают на износ. Я вообще, вот продавцы в магазинах, которые возле моего дома, из каких я уже много лет знаю, там все они в таком виде, вы бы вы видели, с красными глазами, недосыпанием, физически уже истощенные, серой кожей, вот такими впалыми чертами там лица, это ужас. Замученные люди за вот эти две недели адского шопинга, покупок. Просто, честно, еле ноги таскают, называется. И, конечно же, уборщики, которые у нас здесь вообще выходят, турцы, знаете, очень часто моют пол тут, улицы моют с пеной какой-нибудь, возле магазина все вымывают, каждые сотрудники. В принципе, здесь в плане уборки очень хорошо в Стамбуле. И вот с утра все сидят по домам, что-то выжидают, кто может не работает, да, а все остальные сотрудники, кто по уборке, и вот этот мусор, эти бактерии, эти маски выкидывают, и перчатки, они с этим контактируют, все это за нами убирают. Конечно, им тоже огромное спасибо. Их работа не останавливалась. И честно скажу, что я вот общалась со своим мужем, с моей сестрой-педиатром, я вам рассказывала видео, даже снимала о медицине в Турции, о госпитализации. У меня очень в январе очень сильно болел ребенок. И мы приходим к такому выводу, что, скорее всего, это был коронавирус. Я тоже этим болела с дочерью. У меня очень хорошая иммунная система. Я занимаюсь спортом, правильно питаюсь. Поэтому, возможно, у меня так было плохо, вы не представляете. У меня также была проблема с легкими, дыхание, насморк, кашель. Кашель просто адский, выплюнуть легкие просто можно. Но у меня не было температуры, потому что я была на иммуностимуляторах, натуральных. Я пила по патте-чай. Из ненатуральных у меня были нюрафен, колтенфлю турецкие, типа наших, тоже у нас такие есть в России. И я пила чай ламур с пчелиным прополисом. Я вам поставлю фотографии. Он здесь в Турции продается. Очень хороший иммуностимулятор в плане натуральный. Мне очень помогало, короче говоря. Я была на грани там 37 с копеечкой температура, 40 у меня не было. Но 2 недели у меня вообще просто сил не было, просто лежала. И при этом ребенок болел, я еще его лечила. Так вот, симптомы сейчас очень-то, не скрыта уже информация, более как-то статистика есть, как протекает течение этой болезни коронавируса. У нас все симптомы у ребенка абсолютно совпадают, потому что как люди сейчас болеют. Это температура 40. Потом она несколько дней не сбивалась, держалась. Только серумы, это капельницы, которые сбивали до 39, 38,5. Это у нас уже было счастье. Мы уже прыгали, скакали, кушали, радовались жизни. Была и 40,3. Вот только всегда 24 на 7 подключенной капельницей. Была госпитализация у нас, да, у ребенка. И потом она падала 34,5. Я вообще думаю, у меня ребенок умирает. Он просто вообще проверял, дышал он или нет. Просто бездыханное тело, холодное, белое было. Это просто ужас с синими губами. Потом опять 40. И потом через неделю с лишним мы только сбили. Очень долгая, высокая скачкообразная температура, не поддающаяся контролю. Сухой кашель на протяжении 5 где-то дней. Кашель адский. Вот я говорю, вот это такая боль в легких, хочется выплюнуть легкие. У меня то же самое было. Потом кашель уже начал, когда откашливаться, пошла мокрота. Это кашель до рвоты адской, безостановочный. Это вообще ужас был. И мы делали же тогда и на пневмонию обследование. И снимки, и почки. Мы все проверяли. Чуть не было ничего. Все было чистое, по сути. Как-то мы сумели это преодолеть, купировать. И это закончилось, когда нам назначили антибиотику общего действия. Но не факт, что я думаю, что они помогли, честно скажу. И потепенно как-то иммунка у ребенка заработала. Он сам это переборол. Это было 15 дней. Это очень долго и очень тяжело. Эта болезнь идет. Имейте в виду, какие сейчас рекомендации идут у нас здесь в Турции от врачей. Если вы почувствовали недомогание, легкую температуру, признаки ОРВИ, ни в коем случае не выходите из дома, не заражайте других людей. У вас может быть коронавирус. В общем, стандартные таблетки от температуры. Второе. Если у вас 40, кашель, боль в легких, вызывайте скорую. Не идете в больницу заражать людей. Либо сами заражаться. Если у вас какой-то пчих или вы мнительный человек, и вы боитесь, что заболели, не идете вы в больницу, вы вызываете скорую. Даже в Турции здесь, когда вы звоните скорой и говорите по симптому, у меня температура 40, боль в легких, за вами приезжает инфекционка. Вас смотрят и, если нужно, вас госпитализируют. Нельзя ходить в больницу. Понимаете? Если мы пойдем все в больницу с какими-то только подозрениями, легким, настоящим ОРВИ, не коронавирусом, мы все в итоге заболеем коронавирусом. Будем разносить это. И плюс огромное идет колобалык. Очень много людей и большой поток больных. Доктора не справляются. Не надо создавать толпу и вот эту всю панику. Есть такие заболевания, которые можно и дома легко, скажем так, переболеть этим. Так что, надеюсь, вам все понятно. Если есть вопросы, задавайте их под видео. Если вы хотите, чтобы такое видео выходило раз в неделю с обновлением по статистике, по информации, по ситуации в Турции, я буду для вас снимать. Я думаю, с туристическим сезоном вам более-менее все понятно. Пока что он отодвигается до 20 апреля официально, до начала мая. Я думаю, что если ситуация, как она будет зависеть, если приостановится рост заборевших, заразившихся, то потихонечку все будут выходить потом на работу через месяц, где-то через три недели. Но на данный момент скорость заражения такая. В день просто сотни людей у нас заражаются. Уже за неделю 700. Поэтому пока прогнозы не самые утешительные. Короче говоря, берегите себя. Вот что я вам хочу сказать. У нас все нормально. Паники, ажиотажа адского нет. Все сплачиваются. Все будет нормально. Прорвемся. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Если вам нужно такое видео через неделю, тоже напишите об этом в комментариях. Скоро увидимся. Всем пока.